Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в России называется сроком дожития. А вот согласно расчетам Росстата, до получения заветных денег не доживут около 700 тысяч человек. Например, по словам министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, продолжительность жизни сейчас чуть больше 72 лет. Притом это исторический рекорд для России. Разница в продолжительности жизни россиян в зависимости от региона 16 лет. Это данные заместителя председателя правительства Российской Федерации. Опять же, согласно статистике, мужчины в Рязанской области живут в среднем до 64 лет. Женщины куда больше, до 76. Это данные за 2013 год. Согласны им, средний рязанец не доживет до заветного выхода на пенсию 65 лет. Рязанцы с этим согласны. Люди не доживают до такого возраста, чтобы пойти на пенсию. Многие люди умирают, и это правительство не учитывает. Нет, неправильно. А почему? А потому что у нас больше 60, никто не живет. Нет, однозначно, да или нет, не могу сказать. Все против. А почему? Ну, а мы до них доживем вообще. Если опустить разговоры о том, доживет ли человек до пенсии или нет, в силу разных обстоятельств, то появляется другой вопрос, более важный. Мужчине до 65 лет нужно где-то работать. Вот только где найти место, на котором можно удержаться в силу своего возраста? В Центр занятости населения Рязанской области в 2018 году обратилось более 8 тысяч человек, две тысячи из которых – рязанцы. Соискатели работы старше 50 лет – более 500 человек. С начала 2018 года через Центр занятости населения было трудоустроено более 4 тысяч человек. Из них более 800 человек по городу Рязани. Статистические цифры таковы. Граждан старше 50 лет – более 400 человек. По данным интернет-ресурса Headhunter, в Рязани люди предпенсионного возраста ищут работу в сфере продаж. На втором месте – производство. В России ситуация немного другая. Пожилые люди ищут вакансию домашнего персонала. Оно и понятно – возраст понемногу берет свое. Говорить о том, что очень просто удержаться на работе до 65 лет мужчинам, а женщинам до 63 лет – значит немного погрешить против истины. Александр Кашников – монтажник тепловодоснабжения. На первый взгляд не скажешь, что мужчине скоро на пенсию. Он – представитель в большей части именно физического труда. Говорит, что в бригаде людей пожилого возраста мало – примерно процентов 20. С возрастом навыки улучшаются, профессионализм увеличивается. Но не факт, что потому что работы, которыми мы занимаемся, они довольно-таки специфические. И, естественно, преобладает в основном такой тяжелый физический труд. Поэтому я думаю, что если пенсионный возраст будет поднят, и люди останутся в пенсионном возрасте работать, то многие не потянут просто-напросто такой работы. Глядя на то, с какой легкостью он приносит тяжелые металлические трубы, сразу становится ясно, что такая работа далеко не для всех. Чуть дальше по улице трудятся бригады рабочих. Они укладывают асфальт. Среди них пожилой только тракторист по имени Султан. Он говорит, что людей предпенсионного возраста у них не очень много. Оно и понятно – бегать с ведрами раствора и переносить тяжелые камни – не так уж и просто. Реально ли удержаться до пожилого возраста, до 65, работать? Нет, удержаться нет. 60 – нормально. Послаблений тут нет, и все трудятся наравнее. Укладка плитки – работа не из легких. А вот Дмитрий занимается трудом интеллектуальным. Он – графический дизайнер. Людей пожилого возраста у нас нету. Нам в основном нужен молодой коллектив. Это связано с тем, что технологии растут, тренды тоже, и времени на все про все у всех может и не быть. Успеть за ростом технологий не то, что сложно, а практически невозможно. Тем более людям, которые в ближайшее время выйдут на пенсию. Переносить тяжести для них – задача не из простых. А чтобы переучиться на новые специальности, потребуется много времени. Вот и получается, что работы для людей предпенсионного возраста становится все меньше. Тем более, согласно данным Института демографии, доживут до выхода на пенсию от 82 до 96% мужчин и 93-99% женщин. Конечно же, представители правительства планируют защищать пожилых работников. Например, Министерство труда и социальной защиты предлагают ввести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста. Пока что дальше предложение дело никуда не продвинулось. Как быть молодым людям сейчас, неизвестно. Скорее всего, в сфере физического труда удержаться у них не получится. Опыта у людей будет много, а вот сил, наоборот, нет. Сфера интеллектуального труда с ее постоянным развитием будет требовать постоянно совершенствоваться. И, конечно же, самый главный фактор, который наиболее важен, чтобы достичь срока дожития – это здоровье людей. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты, прогнозная численность пенсионеров в 2024 году будет почти на 11% меньше, чем в случае сохранения старых параметров пенсионного возраста. Чего же в итоге хотят достичь люди, принявшие этот закон, неизвестно. Вероятно, роста числа пожилых мойщиков окон, футболистов, строителей и хирургов.